Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Вдова знаменитого актера театра и кино Владимира Коренева, который отошел в лучший мир в начале этого года, впервые рассказала об обстоятельствах смерти мужчины. По словам Алевтины Константиновны, звезда картины Человек-амфибия скончался без мучений и страданий, находясь в коме. «Причиной этого стал COVID-19. В апреле пара должна была отпраздновать 60-летие со дня свадьбы. Однако Коренев не дожил до этого момента всего несколько месяцев. Мы в апреле должны были 60 лет со дня свадьбы отпраздновать. Мы были счастливой семьей. Он обожал дочь и внука. Про внука всегда говорил «мой любименький». «Был очень нежным с ним. Слава Богу, что он умер в коме. Он ничего не слышал уже в последние дни жизни. Не хотел, чтобы я переживала за него», – рассказала Алевтина Константиновна. Несмотря на то, что Коренев пользовался огромной популярностью женского пола, он очень любил жену и всегда оставался ей верен. Как рассказала подруга покойного Лариса Лужина, в юности она нравилась Владимиру Борисовичу. Однако до серьезного романа дело не дошло. Он просто не обращал ни на кого внимания после знакомства с Алевтиной Константиновной. «Помню, как гуляли по Таллину. Ходили с ним на горку поцелуев. Может и целовались, но я не помню. Ему было непросто отбиваться от женщин. Он любил жену. Он всегда боялся потерять близкого человека», – вспоминает Лужина, слова которой приводятся в передаче «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. Напомним, Владимир Коренев скончался 2 января. Коронавирус не пощадил 80-летнего артиста. Он умер в красной зоне – одной из столичных больниц, хотя врачи до последнего боролись за его жизнь. Гражданская панихида прошла 5 января в электротеатре Станиславский, бывшем Московском драматическом театре имени Станиславского, где Владимир Коренев служил с 1961 года. Закрытый гроб. Таковы, к сожалению, правила в связи с коронавирусом. Установили на сцене рядом с ним сидели вдова артиста Алевтина Константиновна и дочь Ирина Коренева, а также внук Егор с супругой. Фоном на большом экране демонстрировали отрывки из фильмов, в которых снимался Владимир Борисович. Человек-амфибия, мгновенно сделавший 20-летнего студента знаменитым на весь СССР. Дети Дон Кихоте. Много шума из ничего. И других картин, коих в его жизни было почти полсотни. На панихиде присутствовали друзья, коллеги и ученики Владимира Коренева. Он много лет преподавал актерское мастерство. Владимир Коренев был для меня как родственник. Мы словно в 100 лет были знакомы, хотя плотно работали лет 10. Он был очень порядочным человеком, никогда не смотрел ни на кого свысока. Со всеми общался на равных. Будь то коллега по сцене или художник по свету. Цитирует собеседник слова звезды скетт-шоу «Шесть кадров» Сергея Дорогова.